Съемки будут и в Японии тоже, я правильно понимаю? Да, сейчас выйдет группа. Вы тоже поедете в Японию? А то есть только те, кто, собственно, участвует? Кто участвует, да, надо экономить. Потому что все-таки мы на свои, да. Вот надо экономить вашу эту тему или этот мотив. Я здесь, кстати, сразу по аналогии с Михалковым вспомнил, что Forbes сказал, что вы самый богатый кинематографист в стране после Михалкова и Федора Бондарчука на третьем месте. Что вы там весь из себя не зеленеет. Это чушь. Вообще это диковинная штука, да. Потому что мне звонит барышня, она в прошлом году звонила, она говорит, что это журнал Forbes. Да. Какие доходы у вас? Я говорю, я, честно говоря, не знаю. Не, я могу посмотреть по карточке, сходить, выписка со счета, но она же не показывает все, а там же и Пэти Кучка, но кто бизнесом занимается, понимает, что вот те доходы, которые это, это вот все из компании в компанию, и вообще можно и большую цифру было назвать, и меньшую можно назвать. В том году я отказался. Они как-то вот, надо тоже выяснить, это законно или нет. Пролезли через налоговую и выяснили, что оборот был такой-то, столько-то миллионов. Он был такой, но он был как ИП, и эта компания, это много людей, это вот каша. То есть это не так, что я имею что-то. Я очень бы хотел вот что-то иметь, у меня много друзей, есть с кем делиться, вообще рефлексировать не буду. Но вот справедливости ради, чтобы правильно понимали люди, что на самом деле. А в этом году она позвонила, я понял, что говори, не говори, все равно она, я чтобы девчонку не мучить, говорю, ну вот так вот. Она и написала так. Это взорвало интернет, просто потому что вот, ну когда вот Никита Сергеевич Михалков, у нас самый богатый кинематографист, это вообще вопросов не вызывает. А когда вдруг Вахлав Истин вот в этом имидже, в своем. Не на третьем, на втором. Меня уже Оксанка ругала, он говорит, ты дурак что ли? На втором все-таки Федя. Не-не-не-не-не. Я помню, что Куценко на четвертом. Ну ладно, проехали. Но они того, в принципе, по большому счету, при их возможностях и при их трудоспособности, это касаемо Гош Куценко, он дико работоспособный человек, он постоянно передвигается. Иллюзия думать, что он где-то на курортах с коктейлями. Я его знаю хорошо, он трудоголик. Федя такой же. То есть его представить, чтобы он сидел на месте, невозможно. Он либо спортом занимается. А вы, разве вы можете сидеть? Ну и я, маньяк, да. Ну мы примерно так одногодки, мы из одного поколения. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.